Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Алексей Головенко. Я гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач клиники Рассвет. Синдром раздраженного кишечника – это, пожалуй, главный хлеб гастроэнтерологов в 21 веке. Это половина времени всех консультаций, которые мы проводим у пациентов, которые жалуются на диарею, запор, вздутие живота, боли в животе. И это приблизительно 10% всех консультаций врачей общей практики в мире. Мы рады бы лечить язвенную болезнь, это занятие благодарное, воспалительное заболевание кишечника. Здесь тоже большинство препаратов оказываются рано или поздно эффективны, а вот с пациентами с синдромом раздраженного кишечника и другими функциональными заболеваниями, увы, результаты не так впечатляют. Ведь по статистике, если через пять лет после первой консультации гастроэнтеролога позвонить человеку с синдромом раздраженного кишечника и спросить, были ли у него обострения заболевания, больше 75% людей ответят, что да, обострения случались, и большинство из них будут категорически не удовлетворены результатами лечения. Синдром раздраженного кишечника представляет проблему главным образом диагностическую, потому как до недавнего времени он считался заболеванием исключения, диагнозом исключения. Действительно, где-то до начала 2000-х годов признавалось, что для того, чтобы признать у человека существование функционального заболевания, необходимо полностью отмести любую органическую патологию, в том числе исключительно редкую. С получением современной статистики и пониманием распространенности синдрома раздраженного кишечника, мы можем утверждать, что у большинства пациентов углубленное, доскональное исследование всего желудочно-кишечного тракта не требуется. Поскольку, если у пациента присутствуют типичные проявления синдрома раздраженного кишечника, то есть у него болит живот в связи с изменениями чистоты стула или консистенции стула, эта боль уменьшается или усиливается после посещения туалета, то шансов обнаружить у него органическое заболевание, болезнь крона, скажем, или целиакию, ну, практически столько же, сколько в популяции. Действительно, если обратиться к исследованиям, цитируемым римским руководством, это фундаментальный документ, регламентирующий наши действия с человеком с функциональными заболеваниями ЖКТ, то мы увидим, что у пациента, который достаточно долго жалуется на боли в животе, связанные с дефекацией, который не имеет так называемых симптомов тревоги, ночных болей, похудения, анемии, выделения крови со стулом, даже сделав подробное исследование, скажем, или околоноскопию, или КТ, мы обнаружим воспалительное заболевание кишечника, с той же вероятностью, с какой мы обнаружили бы его у случайно встреченного на улице человека. Тоже касается и шансов найти колорептальный рак у молодых пациентов, тоже касается и шансов обнаружить целиакию или заболевание щитовидной железы. Безусловно, мы проверяем пациентов при первой встрече в клинике. Мы исключаем целиакию, если присутствует диарея. Мы, разумеется, делаем неинвазивное исследование, чтобы исключить воспалительный процесс в кишечнике, но, как правило, результаты этих исследований оказываются отрицательными, и пациент остается без диагноза. И, увы, это глобальная проблема, потому что эти пациенты годами могут не получать позитивный диагноз синдрома раздраженного кишечника, а ходить от одного гастроэнтеролога к другому в поисках органической патологии и при этом серьезно страдать. Исследования показывают, что, несмотря на то, что синдром раздраженного кишечника не повышает риска ни рака, ни воспаления, ни каких-то других хирургических состояний, это заболевание существенно снижает качество жизни практически в той же степени, в какой его снижают тяжелейшие соматические патологии. Приведенный на слайде график иллюстрирует оценку различных параметров качества жизни у пациентов с синдромом раздраженного кишечника и с, скажем, терминальной хронической почечной недостаточностью. Качество жизни оказывается практически сопоставимо. Кроме того, пациент, который годами существует с синдромом раздраженного кишечника, почти неумолимо со временем начнет испытывать и боли в верхней части брюшной полости, и боль в правом подреберье, и все это будут тоже функциональные расстройства. Функциональная диспепсия или функциональная билиарная патология. Наконец, со временем сенсибилизация центральной нервной системы заставляет пациента испытывать и мигрень, и боли после полового акта, и расстройство мочеиспускания функционального рода. И по прошествии десятилетий такой пациент, оказавшись на приеме у врача, действительно может представлять собой человека с симптомами, ну, практически системного заболевания. Волчанки или болезни крона или ревматоидного артрита. Хотя причина, вероятнее всего, будет лежать в сложном взаимодействии между энтеральной нервной системой и центральной нервной системой. Когда мы получаем результаты исследования, не свидетельствующие об органическом заболевании, велик соблазн просто обвинить пациента в эпохондрии или в галлюцинациях, или в том, что он просто капризничает или получает какую-то вторичную выгоду от наличия у него симптомов. Однако, так примитивно синдром раздраженного кишечника мы не объясняем. Хотя бы потому, что только психологического стресса для развития этого заболевания, очевидно, недостаточно. В качестве примера можно привести любопытную работу, в которой оценивались кишечные симптомы у ветеранов американских компаний в Персидском заливе и в Афганистане. По умолчанию люди, побывавшие в зоне боевых действий, это люди, пережившие сильнейший стресс. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что хотя в целом у военнослужащих достаточно часто после боевых действий развивается синдром раздраженного кишечника, шансы заполучить это неприятное заболевание практически не зависит от того, что они, собственно, делали в зоне боевых действий. Видели ли они смерть товарищей, стреляли ли они, попадали ли они в плен, неважно. Важно, перенесли ли они дизентерию, перенесли ли они острую кишечную инфекцию. Вот в этом исследовании максимальный вклад в риск последующего развития синдрома раздраженного кишечника вносил именно факт повреждения кишки инфекционным агентам. И действительно, именно психикой объяснить все случаи синдрома раздраженного кишечника невозможно. Мы уже сталкиваемся с тем, что синдром раздраженного кишечника или нечто подобное развивается в период ремиссии воспалительных заболеваний кишечника, подтвержденного органического заболевания, при котором, добившись ремиссии и заживления слизистой оболочки препаратом, мы, тем не менее, не избавляем пациента от симптомов. Так называемый IBD-related IBS – это уже некое клиническое состояние, которое признается в мировой литературе. Очень напоминает эту ситуацию дивертикулярная болезнь с клиническими проявлениями. Еще один новый диагноз, который описывает постоянное вздутие живота, колебание стула, боли в животе с пастического характера у людей, имеющих дивертикулу толстой кишки или перенесших острый дивертикулит. Наконец, вряд ли психика повлияла бы на синдром раздраженного кишечника у новорожденных. А мы знаем, что дети, рожденные с дефицитом массы тела, недоношенные чаще в дальнейшем испытывают проявление синдрома раздраженного кишечника. Самое же удивительное заключается в том, что синдром раздраженного кишечника может и наследоваться. Он наследуется лучше по женской линии и даже уже выделяют отдельные полиморфизмы, которые предрасполагают к развитию синдрома раздраженного кишечника. Ну и, наконец, пожалуй, главная закономерность, которая всегда появляется в любой эпидемиологической работе. Вслед за всплеском кишечной инфекции в каком-то регионе, там практически удваивается частота обращения к местным врачам с состоянием, напоминающим синдром раздраженного кишечника. И так, будь дело только в психике, такие закономерности мы бы вряд ли обнаруживали. Действительно, со временем гиперчувствительная кишечная нервная система, видимо, сенсибилизирует и другие болевые температурные рецепторы. По крайней мере, по-другому объяснить результаты приведенного на слайде исследования не получится. В этой работе пациентов с функциональным заболеванием ЖКТ, с функциональной диспепсией или синдромом раздраженного кишечника, просили держать руку в ледяной воде. И сравнивали время до выдергивания руки из-за боли или неприятных ощущений с этими параметрами у здоровых людей. Выяснилось, что пациенты с функциональными заболеваниями кишечника, не предъявляющие жалобу на какие-то боли в мышцах, кожный зуд и другие, казалось бы, кожные проявления, действительно имеют отличную от здоровых температурную чувствительность. Современное понимание синдрома раздраженного кишечника поэтому неизбежно использует понятие ось мозг-кишка. Взаимодействие между энтеральной нервной системой, афферентными волокнами, которые реагируют на давление газа, на температурную чувствительность, на воспалительный процесс и центральной нервной системой. Центральная нервная система, получив избыточный стимул от внутренних органов, в состоянии изменить моторику желудочно-кишечного тракта. Возможно, по этой причине меняется и содержание, и состав кишечной микрофлоры. Хотя нельзя исключить, что кишечная микрофлора является и драйвером, водителем этого процесса. Это может приводить и к такому состоянию, как малиабсорбция желчных кислот, которые в норме должны задерживаться в подвздошной кишке и всасываться. Это же может привести и к появлению чрезмерного вздутия, развития вторичной ферментной недостаточности и, как следствие, вынужденного ограничения пациентов в диете. Большинство исследователей в настоящее время признают и то, что в результате всех этих изменений, изменения состава микрофлоры, в кишке возникает малоактивное воспаление, в котором участвуют в частности тучные клетки, выделяющие гистамин. Все это приводит к нарушению обмена серотониной, нейрокенинов на уровне кишечной нервной системы. Это, в свою очередь, запускает чрезмерный болевой стимул, поступающий в центральную нервную систему, и круг замыкается. Поэтому практически все методы, которые мы используем с успехом при синдроме раздраженного кишечника, так или иначе, направлены на то, чтобы этот порочный круг разорвать. Подарить пациенту какие-то каникулы без симптомов с тем, чтобы вот эти патологические рефлексы, возникающие при взаимодействии кишечника и мозга, прекратились. Схему, пожалуй, стоит изобразить при каждой встрече с пациентом с синдромом раздраженного кишечника. Это чрезвычайно важно, потому что многие из этих пациентов годами не получают от врачей объяснения своих симптомов. Они ищут у себя органическое заболевание, подвергаются очень дорогостоящим и не всегда безопасным диагностическим процедурам, и никто не может объяснить им, почему же, собственно, их кишечник посылает такие сигналы в головной мозг. При этом, собственно, ощущение боли, которое возникает при функциональных патологиях ЖКТ, по интенсивности не будет отставать от боли при вполне хирургическом заболевании, типа дивертикулита или аппендицита, поскольку проводящие волокна задействованы при этом состоянии те же. И этот не дефицит информации, это неразрешенность, неокончательность диагноза за долгие годы страданий приводит к множеству психологических проблем у наших пациентов, которые усугубляют существующие кишечные состояния. При опросе пациентов о том, что они чувствуют в связи с своим заболеванием, практически всегда появляются термины потеря контроля, чувство изоляции, неудовлетворенность лечением, неудовлетворенность информации, которую они получают от своих лечащих врачей, и неудовлетворенность медицинской системой в частности. Возможно, этим объясняется тот факт, что подавляющее большинство людей с синдромом раздраженного кишечника на каком-то этапе своей жизни прибегают к помощи альтернативной нетрадиционной медицины. Проблема заключается в том, что все эти факторы, невозможность прогнозировать, какой продукт или какое событие вызовет диарею или боль в животе, невозможность обсудить это с близкими ввиду деликатности состояния общественного неприятия людей с диареей или с дутьем живота, все это приводит к тому, что пациенты начинают неадекватно оценивать собственную внешность, об этом свидетельствуют результаты психологических исследований, все это нарушает их адаптацию к стрессу. А вот эти два фактора, в свою очередь, являются предикторами агрессивного и очень часто обостряющегося течения синдрома раздраженного кишечника. Огромное количество исследований посвящено переживаниям пациентов с СРК. Половина пациентов не рассказывает о своих проблемах близким по понятным причинам. Синдром раздраженного кишечника ввиду табуированности этой темы в разы реже упоминается в прессе, на телевидении, чем, скажем, такие общественно приемлемые заболевания, как диабет или бронхиальная астма. Меньше трети пациентов бывают удовлетворены лечением, которое они получают по поводу СРК. В одном из исследований пациенты были согласны получить любое лекарство для избавления от симптомов, даже с риском умереть с шансами 1 к 1000. Каждый десятый пациент с СРК готов пойти на такие риски, чтобы не испытывать постоянную боль в животе, вздутие и императивные позывы к дефекации. И неудивительно, что половина пациентов с СРК не верят в то, что врач признает реальность существующей проблемы. Было проведено любопытное исследование, в котором пациентам предлагали написать письмо своему лечащему врачу, своему гастроэнтерологу, уже имея некий опыт общения с ним. И вот, пожалуй, главные фразы, которые вошли в рейтинг пожеланий пациентов нам, гастроэнтерологам, таковы. Поверьте, доктор, у меня есть настоящие симптомы. Пожалуйста, выслушайте, поймите меня правильно и отнеситесь ко мне серьезно, а не как к ипохондрику. Пожалуйста, не говорите мне, что я должен просто принять эту болезнь и жить с этими симптомами, смирясь. Пожалуйста, озвучьте, вербализируйте то, что есть надежда и нам есть куда двигаться. Поймите, что синдром раздраженного кишечника по-настоящему отравляет мое существование. И каждый раз, на каждом визите убедите меня словами не сдаваться. Это было сформулировано нашими пациентами. И, наверное, мы должны отвечать на эти требования. Мы не отвечаем этим требованиям. Увы, лишь один из 13 пациентов, когда ему говорят, что у него синдром раздраженного кишечника, принимает этот диагноз и соглашается с ним. Вероятно, потому что нам почти нечего предложить ему в качестве волшебной таблетки. А главное, вероятно, мы не совсем правильно объясняем, что же происходит с человеком. Более того, мы стигматизируем этих пациентов. В русскоязычной литературе известен термин «синдромщик». Человек, который ходит с сдутым животом или болями в животе по врачам, и от которого принято отделываться на приеме. То же самое мы видим в зарубежных публикациях. Более половины врачей считают, что синдром раздраженного кишечника – это та ситуация, когда у человека ничего не болит, все серьезное отметено, и пациенту надо просто успокоиться и перестать посещать врачей. Возможно, в связи с этим меняется и восприятие пациентами симптомов, о которых им рассказывают пациенты. Было проведено интересное исследование, в котором молодым гастроэнтерологам предлагалось провести часовое интервью, часовую консультацию по интернету пациента то ли с функциональным заболеванием, то ли с органической патологией пищеварительного тракта. Врачи заранее знали, с чем к ним обратится пациент. Поставлен ли ему уже диагноз СРК или, скажем, диагноз болезни Крона. Пациенты рассказывали одни и те же жалобы, что у них болит живот, колеблется частота стула, живот вздувается, они в целом чувствуют себя плохо. Так вот, если врач знал о том, что перед ним синдромщик, то он в среднем гораздо легче оценивал его переживания. Он недооценивал тяжесть симптомов. Более того, по окончании визита, по окончании консультации, врачи оценивали людей с функциональными заболеваниями, как в целом менее приятных собеседников. Хотя в трубке у них звучали одни и те же жалобы. Увы, мы действительно сами выделяем эту подгруппу людей. И вместо того, чтобы предложить им помощь при действительно истинном страдании, при истинной боли, при истинном влиянии на качество жизни, мы пытаемся отмахнуться от них. Что же мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию? Для начала мы должны приучить себя к активному слушанию. На этот счет существует руководство Cambridge Calgary Course по общению с пациентами. И активное слушание предполагает на первом этапе опроса молчание врача или, по крайней мере, повторение последних фраз. И действительно, самое сложное при общении с людьми с этим заболеванием бывает не дать себя перебить пациента, сразу перейдя к вопросам, которые позволят как-то побыстрее разобраться в ситуации. По статистике, врачи слишком быстро перебивают пациентов. Мы не даем в половине случаев им высказать ту идею, ради которой они, собственно, к нам обратились. Поэтому, наверное, хороший прием человека с синдромом раздраженного кишечника должен заключаться в том, что первые 10 хотя бы минут врач просто слушает, говоря «Угу, ага, понятно, а», то есть каждый день. И, вероятно, это позволит нам добраться в повествовании пациента до цели его визита. Смысл опроса при синдроме раздраженного кишечника должен в том числе включать и выяснение главного страха и главного отравляющего жизнь симптома. Пациенты с синдромом раздраженного кишечника всегда предъявляют множество жалоб. Это и диарея, и боль в животе, и вздутие, и кожный зуд, и мигрень, и чувство интоксикации, и ощущение, что что-то гуляет по кишке. Правильным будет задать прямой вопрос, с каким симптомом вы хотели разобраться бы в первую очередь, и сосредоточить свои объяснения именно на том лекарстве, которое будет наиболее эффективно в этой ситуации. Активное слушание предполагает непременно и повторение. После того, как пациент сам без наводящих вопросов рассказал о своих симптомах, нелишним будет озвучить то, что мы услышали, скажем. Итак, как я понял, уже три года после того, как вы переболели тяжелой ангиной и в это же время перенесли утрату близкого, у вас появились ежедневные вздутия живота, которые проходят в отпуске, которые не слишком часто беспокоят вас на выходных, но в период работы, особенно утром, особенно после совещания, заставляют вас бегать в туалет по пять, по шесть раз, не давая вам возможности отойти от уборной. Правильно ли я вас понял? Да, доктор, правильно. Так мы подчеркиваем то, что мы действительно слушали пациента, а не просто заполняли медицинскую документацию. Даже наше положение во время приема имеет значение. Большинство врачей принимают пациентов, спрятавшись за экран монитора или приняв закрытую позу, сложив руки на груди или закинув ногу на ногу. Мы должны пытаться бороться с этим. Открытая поза, при которой ладони направлены к пациенту, при которой мы поворачиваемся к пациенту хотя бы на несколько минут, чтобы выслушать его жалобу, подчеркивает, что нам интересно. А именно отсутствие интереса к жалобам в многочисленных опросах является главным страхом людей с синдромом раздраженного кишечника, да и, наверное, и большинства пациентов. Современное руководство рекомендует непременно дать пациенту шанс связаться с врачом повторно. Будь то электронная почта, будь то повторный визит наблюдения через месяц-другой. Это контринтуитивная вещь, поскольку мы надеемся, что мы так прекрасно расскажем человеку, от чего у него болит живот, что больше он у нас не появится и оставит нас в покое. Тем не менее, как бы хорошо мы не провели консультацию, у пациента с этим заболеванием непременно возникнут вопросы, он непременно получит какую-то новую информацию из интернета, и мы должны предусмотреть возможность хотя бы пару раз ответить на дополнительные вопросы, подчеркивая, что нам интересно развитие ситуации. Ну и, пожалуй, самое главное. Если мы уверены, что перед нами человек с синдромом раздраженного кишечника, у него выполняются римские критерии этого заболевания, у него нет тревожных симптомов, указывающих на органическую патологию, и базовые исследования, чаще всего не эндоскопические, указывают на то, что явно он не страдает ни болезнью крона, ни целиакии, ни другими опасными заболеваниями, мы должны сразу поставить диагноз синдрома раздраженного кишечника. Увы, на практике это делает менее половины врачей. Большинство врачей отправляют пациента на исследование для того, чтобы, видимо, лично убедиться в том, что перед ними именно человек с функциональным заболеванием пищеварения. Позитивный диагноз сразу дает возможность пациенту обращаться к специальным ресурсам в интернете, он дает возможность понимать реалистично исход лечения и свидетельствует о том, что мы готовы ему помочь, а не отделываемся от него, отправляя его на очередную десятую по счету колоноскопию. Ну и главное, мы должны объяснять патогенез заболевания при уверенности в этом диагнозе. Хуже всего будет сказать пациенту, что у вас болит живот, потому что что-то в кишечнике не так. Это гипотетически может быть кишечная форма туберкулеза, или карциноид, или болезнь крона. Но знаете, сейчас отклонений в анализах нет, поэтому расслабьтесь, не берите в голову, все наладится. Мы должны сразу ставить позитивный диагноз. Мы должны говорить пациенту, глядя ему в глаза, заняв открытую позу. Я посмотрел результаты предварительного обследования, вы рассказали мне ваши симптомы, я практически уверен, что у вас синдром раздраженного кишечника. Это очень распространенное заболевание, им страдает почти каждый десятый человек на планете. Это заболевание связано с тем, что, видимо, в силу какого-то повреждения кишки, обезболивающими препаратами, антибиотиками, кишечной инфекцией, ваша кишечная нервная система теперь посылает в мозг, в болевой центр, неправильный сигнал. Вы действительно испытываете боль. Это сложно отрицать, потому что боль эта проводится по тем же нервам, по которым она проводилась, если бы у вас был аппендицит. К сожалению, со временем, когда человек страдает так долго, как вы, мозг начинает усиливать восприятие боли, и у человека могут появляться дополнительные симптомы. Поэтому мы будем вместе с вами работать над тем, чтобы разорвать этот порочный круг, не давать мозгу в ответ на боль спазмировать кишку, применяя различные препараты, пытаясь изменить режим вашего питания, пытаясь работать и в сторону изменения вашей адаптации к стрессу, ваших повседневных привычек. Мы справимся с этой проблемой, но, вероятно, не сразу, поскольку, к сожалению, волшебной таблетки от этого заболевания пока нет. Давайте работать вместе, встретимся через два месяца. И действительно, если мы будем вот так объяснять пациенту с СРК природу его заболеваний, природу его истинных страданий, вероятно, эти пациенты перестанут вызывать раздражение у нас, а мы перестанем раздражать наших пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok